Здравствуйте! Сегодня в программе Colors of Asia. Неповторимая красота ювелирных украшений, созданных мастерами Узбекистана и Азербайджана. Творчество Александра Митрофанского, художника и ювелира. Недавно я прочитал, что украшения как таковые берут свое начало с ранних эпох развития человечества, и до сих пор никто точно не знает, когда появились первые из них. Тем не менее, поначалу именно мужчины стали использовать украшения. Они носили их в качестве амулетов, оберегов, дабы защитить себя от злых духов. По украшениям также можно было определить, кто в племени вошь, кто охотник, а кто просто воин. А вот ювелирные украшения появились приблизительно 5000 лет назад и задержались в этом мире вплоть до сегодняшнего дня, не теряя своей популярности. Кстати, на Востоке особо любят и ценят ювелирные украшения. И не случайно, ведь любое такое изделие – это красиво, это элегантно, это престиж и хорошее настроение. Посему прямо сейчас мы отправимся в Ташкент, где с особым трепетом относятся к этому виду искусства и очень много тех людей, которые умеют создавать эту красоту. У ювелирного искусства Узбекистана древние корни. Технология изготовления и традиции мастеров этого большого региона формировались в течение многих веков и постоянно развивались благодаря влиянию различных культурных связей. Если заглянуть в исторические источники, то можно прочитать, что мастерство ювелиров на этой земле достигло высокого уровня еще в конце средних веков. После оно продолжало совершенствоваться и привлекать к себе все больше внимания со стороны заморских купцов. Ювелирные изделия узбеков – это, как правило, уникальный синтез различных материалов, драгоценных и совершенно непривычных, как, например, дерево, полимеры. В то же время они могут включать в себя живопись и графику. Особо разнообразными в Узбекистане были и есть женские украшения. В основном они из золота и серебра, реже из латуни, меди, бронзы и олова, но обязательно с использованием драгоценных, полудрагоценных камней и цветного стекла. Хотя надо признать, что самым излюбленным металлом узбекских ювелиров является серебро. Для его обработки используются разнообразные техники – гравировка и чеканка, литье, резьба, чернение, филигрань и зернь. А для отделки и украшения чаще всего используются такие камни, как бирюза, сердолик, коралл и жемчуг. Во многих украшениях узбекских ювелиров можно увидеть рисунки растительных побегов, листьев, различных плодов и зерна. Нередко можно встретить изображения птиц, рыб, змей, и в этом есть своя символика. То есть сама природа вдохновляет и подсказывает ювелирам темы для создания украшений. Есть и другая область применения этого искусства. Кинжалы и ножи с кривыми рукоятками часто украшались штамповкой и выгравированным драгоценным металлом. И такой заказ в древности могли сделать только именитому и особо талантливому мастеру. В наши дни ювелирное искусство в Узбекистане придерживается устоявшихся традиций. В то же время оно продолжает совершенствоваться, развиваться, расширять свои границы. И все это благодаря глобализации, возможности знакомиться, общаться, обмениваться опытом с ювелирами из других стран и показывать свои работы гораздо большему числу людей во всем мире. Выявить скрытые декоративные возможности материала, заставить его говорить цветом, формой, рисунком. Таково современное направление ювелирного искусства, в котором важными становятся не только драгоценность материала, но и его художественные свойства, которые порождают новый пластический образ. Надо признать, что профессия ювелира достаточно востребована в Узбекистане. И это несмотря на то, что она достаточно сложна, потому что современный ювелир должен быть и художником, и ремесленником. Он должен не только уметь создавать дизайн украшений, но и воплощать эти идеи в жизнь. Одним из таких ювелиров является Дмитрий Перянко. В своей профессии он уже более 10 лет. Говорит, что стал заниматься этим делом практически случайно. То есть однажды один знакомый попросил помочь наладить бизнес. Но вот Дмитрий и отозвался на эту просьбу. Оттуда все пошло и поехало. Началось все с производства каких-то значков и постепенно переросло в компанию по изготовлению различных ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней. На вопрос, помнит ли он свою первую работу, Дмитрий ответил так. Первая моя работа была это обручальное кольцо. Но обручальное кольцо не простое, а сложное с двух металлов, с накладкой, желтая основа, белая, золотая накладка. Там были гравировки. Я его сделал с третьего раза. Но сделал. Клиент остался доволен. Довольным был и сам Дмитрий. Ведь это так приятно, когда ты понимаешь, что потратил время не зря и сумел удивить кого-то своим мастерством. Значит, у тебя есть талант. Значит, есть творческий потенциал и перспективы. С того момента прошло много времени. И сегодня Дмитрий не только смело называет себя профессионалом в своем деле, но и считает эту деятельность смыслом всей его жизни. Ну, это основная часть моей жизни. Моего бытия, то есть основную часть своей жизни я сейчас провожу на работе, даже больше, чем дома. Поэтому и мысли все связаны тоже с этим. Чтобы стать мастером, надо желание. Надо желание и усидчивость. В процессе общения с Дмитрием невольно возник вопрос. Какое количество драгоценного сыря прошло через его руки? И вот его ответ. Ну, я могу предположить, что больше ста килограмм через мои руки прошло изделий. В изделиях ста килограммов драгоценного металла. Это, наверное, и золото, и серебро. По словам ювелира, стоять на месте ему не приходится во всех смыслах этого выражения. Работа кипит, потому что заказы поступают, люди хотят носить что-то необычное, не как у всех. Соответственно, мозг напрягается и заставляет придумывать, придумывать и придумывать. Значит, идти вперед. Значит, быть творцом, а не просто ремесленником. Тем более, что конкуренция в этой отрасли нынче достаточно серьезная. Азиатский регион, он богат мастерами. У нас очень сильная конкуренция. Очень много ювелиров, шикарных ювелиров, мощных ювелиров, за которыми угнаться сложно. Мы всегда учимся. Каждое изделие – это что-то новое. Не сразу приступаем же к изготовлению. Нужно время обсудить, обдумать, как сделать правильно, что сделать правильно, что для этого нужно. Все это, когда саккумулируешь все эти мысли, только после этого садишься и что-нибудь пытаешься делать. И зачастую этот процесс можно назвать творчеством. Если человек будет счастлив, будет с радостью носить наши изделия, это очень сильный моральный стимул для нас. Сейчас уже немногим ведомо, что в СССР Азербайджан являлся одним из главных производителей ювелирных изделий. Чего стоил только Бакинский ювелирный завод, поставки которого ежегодно составляли более 4 тонн золота и 30 тысяч каратов в качестве сырья. Именно на этом заводе был построен единственный в Советском Союзе футлярный цех, оборудование для которого было импортировано из самой Италии. И это было не единственное подобное предприятие в республике. Помимо полноценных заводов и фабрик, свое развитие получили и мастерские частных ювелиров, ручная работа которых пользовалась большим спросом. Вот и сегодня Азербайджан задает тон в этой отрасли, продолжая традиции своих предшественников и воспитывая молодое поколение ювелиров. Во все времена драгоценные металлы и камни были слабостью многих, особенно женщин. И представительницы слабого пола Азербайджана не исключение в этом плане. Как и все восточные женщины, они безумно любят ювелирные украшения. Для одних это способ подчеркнуть свою красоту, для других – материальный достаток. Вообще во многих азербайджанских семьях сложилась традиция откладывать на черный день золото и бриллианты. И она продолжается по сей день. Может, поэтому здесь так почетна профессия ювелира, а количество специализированных магазинов практически сложно посчитать. Познакомьтесь, это Таурул Юнусов, молодой ювелир, который пошел по стопам своего отца и продолжает традиции своих предков. Он один из многих представителей своей профессии в Азербайджане, которые работают, не покладая рук, посвящают себя искусству и тем самым дарят людям хорошее настроение. По его словам, основными его клиентами являются женщины, поэтому он производит больше продукции именно для них. Особой популярностью среди азербайджанских женщин пользуются золотые изделия с бриллиантами. В былые годы считалось модным носить украшения с большими камнями. В наши дни наблюдается иной тренд – массивность не совсем в приоритете. Клиентки предпочитают небольшие камни. И все это, безусловно, учитывается мастерами, которые создают украшения. Ну а что касается разнообразия, то каждый ювелир старается создать много непохожих друг на друга интересных и красивых изделий. И очень важно удовлетворить потребности каждого клиента, подарить ему кусочек радости и счастья. Заказы формируются по финансовым возможностям клиентов. Неважно, из какой страны используется сырье, например, тоже золото. Каждое выбирает по своему карману. А если изготавливаем просто так без заказов, то мы учитываем требования рынка. Иногда клиенты не смотрят, высшая пробы или низкая. Выбирают по привлекательности изделия. А привлекательности можно добиться, если придать тому или иному украшению оригинальную и особую форму. Использовать профессионально и со вкусом любой драгоценный металл или камень, который на то и называть драгоценными. Потому что сохраняет на века качество и блеск. Таурол Юнусов не скрывает, что в наши дни удовлетворить потребности искушенного покупателя не так-то и просто. У каждого свой вкус, своя пристрастие, порой капризы. Все хотят чего-то необычного и эксклюзивного. Но, несмотря на это, он любит свою работу. Потому что придумывать новые формы вызывает у него большой интерес. Тяжело на этапе задумки и о составлении дизайна нового украшения. Ну а потом уже все идет по принципу «дело мастера боится». Более того, для каждого ювелира важно быть хорошим маркетологом, знать законы рынка, ориентироваться в потребностях публики и не ошибиться в этом, дабы можно растерять силы впустую. Одно кольцо изготавливается за 4-5 дней, а на подготовку комплектов уходит одна неделя. Поэтому стараюсь уделять серебряным изделиям меньше времени. Потому что в итоге прикладываю на изготовление украшений, будь то из золота или серебра, одни и те же силы. А продаю серебро намного дешевле. Поэтому больше всего работаю с драгоценными металлами и камнями. И сейчас в основном в тренде продаж – это свадебные комплекты, обручальные кольца, браслеты. Нужно отметить, что многие современные ювелиры до сих пор продолжают создавать свои работы, используя традиционные методы. Это им нравится, и это их принцип. В то же время на дворе 21 век, когда новые технологии не обходят стороной и ювелирную промышленность. Они активно внедряются и используются. И это намного упрощает работу мастеров. Поэтому на рынке все чаще можно увидеть образцы, которые изготавливаются с использованием новых методов. Это контактный аппарат. Многие ювелиры припаивают части изделия на огне. Я использую это оборудование. Преимущество в том, что можно соединить даже самые мелкие детали гораздо проще и быстрее. Например, раньше прикрепление камней на кольцо было очень трудным процессом. Но этот лазерный аппарат позволяет быстро и легко припаивать мелкие зубчики короны камня. Неудивительно, что ювелирные изделия являются объектом внимания не только женщин. Мужчины также являются поклонниками различных украшений. И если заглянуть в историю, то именно они первыми стали носить всю эту красоту. Хотя со временем интересы и пристрастия поменялись. Мужчины уступили эту слабость женщинам. Но было бы неправильным утверждать, что отказались от нее полностью. Золотые или серебряные изделия часто можно увидеть на многих представителях сильного пола Азербайджана. Для мужчин у меня большой выбор обручальных колец. И многие из них в основном без драгоценных камней. Хотя есть кольца с бриллиантами, рубином, агатом, например. Но это на любителя. Некоторые мужчины любят кольца с крупными камнями. То Рул Юнусов стал ювелиром не случайно. С детства он видел, как его отец работал золотом, продавал украшения. Были и другие учителя. В основном друзья его отца. Тоже ювелиры. Молодой парень говорит, что сейчас работать в этой сфере стало намного легче по сравнению с тем, что было раньше. Иногда он устает от работы, потому что она требует усидчивости. Быть всегда внимательным и сосредоточенным на изделии. Но если любишь свое дело, отступать никак нельзя, говорит мастер. Поэтому каждое утро просыпается с новыми идеями и новым настроением. Того требует профессия, статус и желание всегда быть творческой личностью. Причем востребованной и частью этого замечательного искусства. Каждый ювелир должен любить это искусство. Ты должен в первую очередь стараться, чтобы твое изделие было безупречным, аккуратным, искусным. А если будешь только о деньгах думать, то вряд ли что может получиться. Твои изделия не будут пользоваться спросом. А если сделать каждое изделие с любовью, то оно всегда найдет своего хозяина. Профессия ювелира всегда считалась интересной и почетной. Ведь не каждому даны такой дар и талант. И есть среди них те, которых публика называет настоящими художниками. А все потому, что их творчество особенное и неповторимое. Они те, кто из металла и камней способны создавать маленькие полотна, вызывающие у публики восторг и легкий трепет. И прямо сейчас мы познакомим вас с одним из таких художников. Он живет в Казахстане, но слава о его шедеврах пронеслась уже по всему миру. В институте он учился на геолога. В 30 лет получил диплом кандидата наук, выданный в высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР. С четырехмесячного возраста родители стали возить его в геологические экспедиции. Поэтому запах степей и гор знаком ему с пеленок. И, в принципе, он мог стать известным геологом, открыть миру не одно месторождение, но неожиданно для всех стал ювелиром. Спустя годы вспоминает о своем выборе так. И началось все, наверное, просто с жажды наживы. То есть казалось, сейчас этим займусь. Во-первых, это интересно, это искусство. Во-вторых, сейчас займусь разбогатею бешено. Ну, как-то вот жажда наживы превросла в жажду творчества, и все. Тот же, любимый мой Матис, или тот же Гаген, который был преуспевающим банковским деятелем, все бросил и пошел в искусство. То есть это необъяснимо в принципе. Ну, еще, наверное, плюс адреналин. То есть творчество – это адреналин всегда. И, может быть, уже какая-то зависимость от адреналин, но не знаю. Вообще в Казахстане достаточно много ювелиров. Но вот тех, которых смело можно назвать художниками – единицы. А все потому, что на первом месте для них стоит творчество. Коммерческая составляющая важна, но она вторична. Поэтому вы никогда не увидите два одинаковых изделия от Митрофанского, вы ни за что не сможете приобрести его работы в простом ювелирном магазине. В принципе, то, чем я занимаюсь, это даже не ювелирное искусство, не декоративно-приводное искусство. Попытка сделать в металле законченное именно художественное произведение, ну, надеюсь, высоко художественное, с какой-то своей философией, необычной техникой исполнения. Ну, это и привлекает. Потом я одинаковых работ не делаю, даже серьги, они все равно разные, даже в одном комплекте. Иногда очень сильно. Наш герой признается, что относит себя к импрессионистам. При этом затрудняется определить стиль своего творчества. А все потому, что в определенный период это может быть какой-нибудь конструктивизм, супрематизм. Потом его может перекинуть на модерн в стиле Альфонса Мухи. Потом еще куда-нибудь может унести под влиянием творчества знаменитых художников, писателей, поэтов, кинорежиссеров и музыкантов. При этом в его мастерской вы не увидите ни одного эскиза, потому что он работает непосредственно с материалом, рисует сразу на металле и сразу же придает ему форму. Технологическая часть в вилирном искусстве, ну, то, чем я занимаюсь, почему-то не очень сложна. Есть какие-то, конечно, сложные технологии закрепки и прочего, но это все осваивается. То есть немножко усидчивости, терпения, ну, и неторопливости. То, как я паяю, в принципе, это, может быть, не совсем сочетается с классической методикой пайки. Ну, вот я, мне так удобнее. И как к этому относятся все остальные, мне, в общем-то, абсолютно все равно. И сейчас, естественно, не совсем понятно, что это будет, но зрителям мне вполне понятно, что в голове композиция какое-то решение уже есть. Ну, это один из этапов. Так дальше, сюда пойдет еще несколько элементов, и получится кольцо. Разглядывая работы художника-ювелира, в глаза сразу бросается, что он использует разные материалы, разное сырье. Материал подбирается под идеи, под формообразующие идеи. То есть, что пришло в голову, подбираем материал, в чем это будет выразительнее, и все. То есть, мне все равно с каким материалом работать, но когда нужен желтый цвет, это использую золото. Или, наоборот, в золотом изделии нужно что-нибудь оттенить более темным, то использую сереброт. Вообще, для меня каких-то рамок и границ, в принципе, нет. Все законы своего творчества я придумываю сам. Ну, и сейчас, в принципе, даже вот мне безумно нравится творчество Матисса и Жоржа Брака, и вот какие-то элементы из их картин я использую. Ну, причем, я это не скрываю, даже кольцо было, кот, который смотрит на птицу, которую нарисовал господин Брак. То есть, как бы, не скрываю, вот серия работ подражания Матиссу, я пишу, да, это подражание. При всем при этом, во всех работах казахстанского ювелира откровенно прослеживается один-единственный лейтмотив. В каждую работу я вкладываю какой-то смысл, потом в Инстаграме, там, на Фейсбуке я выкладываю какие-то посты, там этот смысл немножко объясняется. Но основной лейтмотив – это радость. То есть, что человек носит мое кольцо или кулон и не должно вызывать негативных эмоций в принципе. Камни в своих работах он использует крайне редко. Говорит, что приходится это делать иногда, чтобы поставить какую-нибудь цветную точку. Но в целом он считает, что хороший камень, как правило, все внимание берет на себя и становится первичным, что, собственно, категорически не устраивает мастера. Давайте сейчас покажу несколько таких, ну, может, знаковых работ. То есть, вот, например, вот эта вещь называется «Древний оберег». Ну, у меня еще была серия работ, забытые символы. Это вот странный зверь, это скифские татуировки, которые были, ну, на мумиях уже обнаружены. Периодически я возвращаюсь именно к этим совсем древним вещам, потому что это интересно обработать. Ну, вот насчет вопроса работы с камнями. Кулон «Life is a miracle» в принципе какая-то моя иллюстрация к фильму «Эмира кустурица» «Жизнь как чудо». Потому что этот фильм я смотрел, ну, несколько раз. Он мне очень нравится. И как бы вот... И здесь вот как раз вот бирюза, как кусочек синего неба. Эмалью это не передашь, а именно вот камень. Это «Дорога на Кашмир» иллюстрация чудесной композиции Ледзеплинг «Кашмир». И вот тоже нужно было какое-то яркое пятно, как бы точку поставить. Ну, поэтому красный сапфирчик. Сфинкс и зеленая луна. Ну, был камень, нефрит. Как-то вот захотелось. Почему зеленый лун? Ну, нефрит зеленый попался. А сфинкс — это как символ вечности. Поэтому вот я его обработал такой, что он как песком затертый. И, кстати, вот на такие обработки на времени уходит гораздо больше, чем просто отполировать. Ну, вот это вот коралл. Причем коралл не современный, а натуральный. Это у предыдущей жены бусы рассыпались, кораллы, которые достались ей прабабушке. Ну, я пару камушков так технично вертанул. А это забытый маяк. То есть вот его забыли, он где-то стоит, уже не нужен. Сейчас системы GPS, глонасс и прочее в принципе не нужны. А он стоит забытый, но все равно кому-то светит. Не знаю, насколько это хорошо будет видно. Насчет сочетаний двух металлов — золото, двух цветов — красное и желтое. И как подложка должна быть, была черной, поэтому серебро. И вообще вот с фильмами интересные вещи происходят. Потому что, когда я посмотрел у Борецкого на большом экране «Мертвеца», до этого смотрел по телевизору, все-таки, ну, не совсем тот, Джима Джармуша, я сделал кольцо, желтое золото, белое золото, аметист. И приехала на конкурс красоты Патриция Веласкес, топ-модель, голливудская актриса. И он смотрит коллекцию, говорю, ну вот это вот. И назвал «Хроника одного путешествия». На это имеем в виду путешествие Блейка умирать. А причем она лежала достаточно долго, его никто не покупал, оно всем нравится, никто не покупает. Думаю, ну, перепаять, что ли, что-то не то. Она в него вцепилась, говорит, это про меня. А мы с ней разговаривали на чудной смеси английского, испанского, ну, и фрагменты русского языка. Ну, переводчик, правда, был, она помогал. Я уже промолчал изо всех сил, что, ну, не совсем про тебя. Она в него вцепилась, как ребенок в игрушку, говорит, все, там, готова отдать все, что угодно. Ну, вот, 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 это, говорит, про меня. Ну, ладно, то есть работа ждала именно ее. Это «Child in Time». Чудесная композиция «De Papel». Напевать не буду, со слухом проблемы. Ну, те, кто знают, кто такие «De Papel», естественно, эту композицию все четко представляют. Это под нее. В принципе, работаю под музыку, под впечатлением фильмов, книжек, и поэтому вот они, ну, все иллюстрации. И эти иллюстрации есть в коллекциях не только казахстанцев. Его работы разошлись по всему миру. И это, как минимум, Европа, Америка, Австралия, Япония. Среди поклонников его таланта такие звезды, как писатель Паула Квеллио, актриса Патрисия Веласкес, рок-музыканты Константин Кинчев, Гарик Сукачев и другие. И сегодня Александр готовится к своей очередной выставке, на которой готов представить нечто особенное и неподражаемое. Это был последний сюжет на сегодня. Надеюсь, вся прозвучавшая и показанная вам информация была интересна, познавательна и увлекательна. Мы встретимся с вами скоро на страницах программы Colors of Feige, поэтому я с вами не прощаюсь, а говорю лишь до свидания.